Это блюдо производит настоящий фурор, настолько оно красивое и вкусное. Я вам покажу, как его приготовить дома. А сначала я призываю всех новых зрителей подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить будущие рецепты. И приступаем. Вот что нам понадобится для основы. Рис, кабачок средний, твердый сыр, 2 яйца, чеснок сухой или размять 2 дольки свежего, прованские травы, соль, перец по вкусу. Ингредиенты для котлет. Мясо свинины, говядины и филе, курицы по 300 грамм каждого, лук, чеснок сухой, сладкая паприка, соль и перец по вкусу. Для украшения 1 желток и столовая ложка молока. Теперь сам процесс приготовления. Мясо пропускаем через мясорубку, нежнее всего это блюдо получается из куриной грудки, у меня же моя любимая для котлет смесь из 3 видов мяса свинины, говядины и курицы. Сюда же через мясорубку пропускаем 1 головку лука, добавляем в фарш специи, перемешиваем руками и формируем шарики весом примерно по 90 грамм. В общем из этого количества должно получиться 10 круглых котлеток. На крупной терке натираем кабачок, солим и перекладываем его в сито, чтобы лишняя влага ушла. Потом кладем в чашку и добавляем в него специи, сыр и яйца. Все перемешиваем ложкой. Дно формы для запекания смазываем маслом. Из основы формируем шарики и укладываем их на дно формы. Затем в серединку этих шариков вдавливаем наши круглые котлеты, так чтобы они оказались в условном гнезде. В пиоле смешиваем один желток с одной столовой ложкой молока и кондитерской кисточкой смазываем сверху котлетки. В заранее разогретую до 180 градусов духовку отправляем в нашу заготовку на 40 минут. Пока готовится основное блюдо, один пакетик риса отвариваем до готовности. Когда основное блюдо приготовилось, делаем на тарелке для подачи рисовую подушку, а на нее укладываем наши аппетитные гнездышки и украшаем их мелкорезанным зеленым лучком. Блюдо готово, приятного аппетита! Подписывайтесь, подключайте все оповещения, пишите свои комментарии, а если рецепт понравился, то ставьте лайки. До новых встреч!